Несомненно, главной жемчужиной и подлинным символом Коломенского является памятник ЮНЕСКО – церковь Вознесения Господня, построенная в 1532 году по случаю рождения будущего царя Ивана Грозного, его отцом – великим московским князем Василием III. Однако это не единственная постройка XVI века на площади Вознесения. Частью архитектурного ансамбля является колокольня Святого Георгия. Вероятнее всего, она была построена уже через несколько лет после строительства церкви Вознесения по случаю рождения второго сына Василия III – Юрия. На Руси имя Юрия – это светская форма крестильного имени Георгий, поэтому колокольня и была освящена во имя Святого Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы. Ее роль в архитектурном ансамбле площади нетипична, ведь именно колокольня обычно является архитектурной доминантой, самым высоким сооружением, привлекающим к себе внимание и формирующим окружающее архитектурное пространство. Перед нами случай исключительный – неоспоримая доминанта – это сама церковь Вознесения, возвышающаяся над склоном Москвы реки на 62 метра. Поэтому колокольню, по законам архитектуры, столь же высокой строить было уже нельзя, так что она более чем вдвое ниже, высота ее менее 30 метров. В облике Георгиевской колокольни видны черты итальянской архитектуры, в том числе характерная трактовка широких полукруглых кокошников, рядами опоясывающих здания, а также глухой, но изящный барабан над куполом, похожий на башенку фонарик, в архитектуре Возрождения именуемую лантерной. Почти наверняка можно сказать, что постройка возводилась как отдельно стоящая звонница, по типу итальянской компанилы с южной стороны храма. Однако значительную часть времени она играла роль церкви и же под колоколы. Таким термином в отечественном искусствознании называют соединение в рамках одной постройки церкви и колокольни. Алтарь или основной объем храма на первом ярусе, а над ним второй ярус, ярус звона. Подобным образом уже с 17 века нижний этаж Георгиевской колокольни использовался в качестве алтарного пространства Георгиевской церкви. Запада была пристроена деревянная трапезная, в середине 19 века замененная новым кирпичным зданием, возведенным по проекту Евграфа Тюрина. Свой первоначальный облик колокольня обрела в 30-е годы 20 века стараниями первого директора музея-заповедника Петра Дмитриевича Барановского. В наши дни коломенский звонарь регулярно радует посетителей музея-заповедника своим мастерством, и благозвучные переливы расходятся по округе. С момента постройки Георгиевская колокольня была голосом Церкви Вознесения и успешно справляется с этой задачей по сей день. Красивый колокольный звон успокаивает нервы и избавляет от чувства тревоги. Есть даже теория, что звуковые колебания колоколов определенной частоты якобы убивают вирусную инфекцию. Исследования в этой области проводились еще в 80-е годы Фатеем Шипуновым, православным академиком, как его называли. Однако, достоверность его опытов официальной наукой не признается. Тем не менее, во время эпидемии прежних времен колокола на Руси не умолкали, и это исторический факт. Возвещая о начале морового поветрия, будь то холера или чума, наши предки били в набат, веря, что любая зараза рано или поздно отступит. По той же логике, традиция пасхальных колокольных звонов является символом благоприятного исхода в противостоянии сил света и тьмы. После трех дней молчания на Пасху обретают голос все колокола. В ход идут разные виды звона – благовест, перезвон, призвон. Звонарь совершает священное музыкальное действие, сообщая миру о победе добра над злом.